Сегодня мы поговорим о чемпионах первых дней торгов. Это игрок номер три на рынке грузовых ЖД-перевозов. Лидер без вопроса! Поделюсь мыслями о платежных системах. Компания занимает пятое место в России по производству стали. Времени на раскачку нет, поэтому сразу к делу. Сегодня мы поговорим о чемпионах первых дней торгов и об отечественном пейпале. Затем я расскажу, зачем инвесторам акции железнодорожных операторов. Станцую под алмазный мотивчик и расскажу тебе о компании, чья дивидендная доходность может составить аж 70%. Это Market Power. Ну, погнали, погнали, погнали! Ну что, дружище, завел уже страницу в ВК? Я тоже. И уже даже вступил в сообщество «У меня зависло брокерское приложение в день открытия торгов на Мосбирже». Да, черт побери, эта малышка снова в деле! 24 марта Центробанк разрешил торги 33 акциями. А на этой неделе добавились и все остальные. Инвесторы так и сголодались, что в первые часы брокеры просто охренели от наплыва поручений. А после торгов мой телефон чуть не расплавился от сообщений восторженных поклонников. Роман, ВК в натуре взлетел! Роман Вячеславович, затарил нефтью под завязку! Спасибо! Рома, ты был прав. Удобрение – это кайф. Ну, конечно, прав. Че, я просто так тебе об этом с февраля твердил? Кто еще сомневается, вот вам народная мудрость. Если Пантюхин говорит, что металлурги просядут, они просядут. Если Пантюхин топит за удобрение, они будут лидерами в первые дни торгов. 28 марта одним из лидеров роста оказался Акрон, а Фосагра к закрытию понедельника прибавил 52%. Что это значит? Правильно! Маркет Пауэр – это мощь. Так что не теряйся. Мы не просто кризис переживем, но и выгоду от санкций выжмем по полной. Шахматы – уникальная игра. Здесь все как в жизни. Есть элементы, без которых выжить невозможно, а есть те, которыми можно пренебречь. Вот, например, рынок грузоперевозок. Тут есть и гиганты с огромным парком, а есть и мелкие игроки, у которых всего лишь парочка вагонов. Для отлаженной работы нужны все. Но мы инвесторы, и на всякую мелочь нам плевать. Так что смотрим сразу вглубь. Хе-хе! Глобал Транс – крупнейшая российская частная железнодорожная транспортная компания, которая перевозит грузы в России и странах СНГ. Это не просто чуваки с паровозиками. Это игрок номер три на рынке грузовых ЖД-перевозок. 72 тысячи вагонов. Из них 95% – собственность компании. И почти все – новые. То есть в обозримом будущем им не потребуется глобального ремонта. Уже заставляет задуматься о конкурентных преимуществах. Не так ли? Чтобы понять крутизну этой компании, давай разберемся, как вообще работает рынок грузовых ЖД-перевозок. Вагонный оператор, ну в нашем случае это Global Trans, заключает с клиентом договор на перевозку груза из точки А, пусть это будет завод, в точку Б, допустим, порт. Груз отправляет по железной дороге, оплачивая услуги РЖД за проезд по ее рельсам и за аренду локомотива, который тянет вагоны. Честно сказать, для Global Trans это копеечные расходы, плюс у нее есть 75 своих локомотивов. Есть один нюанс. Если перевозчик перегоняет вагон с грузом, за это удовольствие платит заказчик. Если же вагон пустой, перевозчик вынужден гнать его по сети РЖД за свой счет. Так вот, еще одно конкурентное преимущество Global Trans в грамотно выстроенных маршрутах, при которых коэффициент порожнего пробега всего 45%. Это один из самых низких показателей в отрасли. Как это удается? Легко. Если металлургические грузы, нефтепродукты, нефть, уголь едут от завода до порта, то на обратном пути, на ближайшей фабрике, вагончики загружаются еще чем-нибудь. И при таком раскладе вагон обратно едет не просто так, а значит за дорогу снова платит заказчик. Но уже другой. Вдобавок к этому держим в уме следующее. Клиенты Global Trans это крупнейшие предприятия, 65% из которых работает по долгосрочным контрактам. А значит объемы и цены зафиксированы заранее, на несколько лет вперед. Если новый игрок закупит, да пусть даже тысячу вагонов, контракт на несколько лет ему один фиг никто не даст. Кому оно надо так рисковать, а? А Global Trans это компания с понятной и прозрачной бизнес-моделью и с низким долгом. Так что у нее таких проблем нет. К тому же ее вагоны катаются в основном по России матушке. Валютных расходов у компании почти нет, а значит санкции здесь неуместны. Да, ее материнская компания зарегистрирована на Кипре, что создает для нее определенные проблемы с получением дивидендов от российских дочерних компаний. Но как мы уже говорили ранее, выход из этой ситуации есть. Тот же Русал переносил материнскую компанию на территорию России. Так что как минимум добавить Global Trans в избранное будет не лишним. Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы рискнуть и вложиться в компанию, чья дивидендная доходность может составить аж 70%? Не-не, я не приглашаю тебя в финансовую пирамиду, а всего лишь хочу показать возможность. Компания Мечел контролирует более 25% мощностей России по производству металлургического угля, без которого производство стали просто невозможно. Говорят, что даже скандинавские боги заказывают у Мечела сырье для создания своей амуниции. Не удивлюсь, если так оно и есть, потому что компания занимает 5-е место в России по производству стали. Она объединяет более 20 промышленных предприятий, 3 торговых порта и имеет свою транспортную компанию. Ну, такой Global Trans на минималках. Мечел на 50% обеспечивает себя углем и на 40% железной рудой для производства стали. Обеспечивать себя углем на 100% компания может запросто. Просто она предпочитает частично продавать его за рубеж подороже. А для себя покупать на внутреннем рынке подешевле. Подешевле. Тут, кстати, интересный момент. Когда правительство запретило сталипроизводителям поднимать цены на продукцию внутри страны, Мечел тоже получил апперкот под дых Но как позже выяснилось, это был не апперкот, а легкое поглаживание Дело в том, что Минпромторг, вероятно, не ограничится регулированием цен на сталь, а будет контролировать и предельные цены на ресурсы для ее производства Так что экономия на закупке сырья частично компенсирует сокращение прибыли Мечела В одном из выпусков я уже говорил, что у компании очень высокая долговая нагрузка Но будем откровенно до конца, в таком предбанкротном состоянии Мечел находится уже 12 лет При этом выплату дивидендов по привилегированным акциям она не отменяла ни разу Согласно уставу Мечела, на привилегированные акции по итогам года распределяется 20% чистой прибыли И компания, скорее всего, их выплатит Потому что изменение в уставе с целью снизить размер прописанных дивидендов может расцениваться как ограничение прав акционеров А это даст акционеру право требовать выкупа принадлежащих ему привилегированных акций Ну кому охота загонять себя в эту ловушку? Вот-вот, поэтому просто уясни Мечел дивиденды по привилегированным акциям выплатит И по текущим ценам эта дивидендная доходность может составить аж 70-70% Звучит супер сладко, но есть нюанс При попытке выплатить такой гигантский дивиденд Мечел наткнется на ограничение Потому что такой объем бабла приведет к снижению чистых активов ниже уровня капитала А так делать, ай-яй-яй! Нельзя так делать! Так что придется либо довольствоваться дивидендной доходностью в размере 9% Либо компания увеличит капитал, а значит и выплату дивидендов, поднимая деньги с дочерних обществ Но будет ли она так делать и в каком объеме? Конечно тот еще вопрос Подытожим С одной стороны умечила большой долг С реальным объемом дивидендов по привилегированным акциям непонятки С другой стороны акция стоит капец как дешево П на Е всего единица А это значит, если ты любишь истории погорячее Мечел твой выбор Ну а на нет и суда нет В прошлом выпуске я рассказывал тебе, какие компании выиграют от ухода крупных социальных сетей А сегодня поделюсь мыслями о платежных системах Из России ушли Visa и MasterCard PayPal тоже собрал вещи и хлопнул на дверь И даже Western Union тоже остановил работу Вот и замаячил на горизонте, казалось бы, совсем забытый персонаж Киви, ты еще не забыл эти терминалы, через которые можно пополнить баланс телефона в любом магазине? А? А? Вспоминай, вспоминай Теперь оператор собственной платежной системы с физическим каналом пополнения Киви, твой господин Эта платежная сеть насчитывает более 15 миллионов кошельков и виртуальных карт А также 140 тысяч терминалов и точек приема платежей В последние годы услуги, на которых компания традиционно зарабатывала, затухают Перевод банкам и мобильным операторам через терминал уже напоминает отголосок прошлого Так что Киви там начала суетиться и смогла найти ниши в сегментах e-commerce и денежных переводов Из каждой транзакции в своей системе зарабатывает около 1% В 2021 году компания лишилась 20% всего бизнеса Потому что до этого она была крупнейшим оператором ставок букмекерских контор и тотализаторов А потом по распоряжению властей эту привилегию не отобрали Теперь этой деятельностью может заниматься только вот эта Естественно, акции Киви после такого поворота сильно упали Но зато это помогло ей избавиться от сомнительной репутации букмекерского бизнеса Компания, несмотря ни на что, осталась прибыльной И, пожалуй, именно теперь ей повезло по-крупному После ухода конкурентов в сфере электронных платежей Перед Киви открываются нехилые горизонты Так что запасаемся попкорном и наблюдаем Сможет компания оседлать этого скукуна или нет? Алроса, алроса, лидер без вопроса Ну как можно это тело удерживать от танца, а? Согласись? Тем более, когда речь идет о мировом лидере по добыче алмазов Из них, между прочим, не только украшения делают Мелкие алмазы, недостаточно высокого для ювелиров качества Применяются в промышленности Для изготовления ножей, сверл и резцов На долю алроса приходится 30% мировой И 95% российской добычи Реально, каждый четвертый продаваемый в мире бриллиант Был найден в России А точнее на месторождениях в Якутии, Архангельской области и в Анголе Ой, не так выразился Ангола в состав России не входит Просто у алроса 40% акций ангольской компании Которая добывает 6% алмазов мира Вместе с алросой на мировом рынке алмазов правят компании «Дебирс» и «Риотинта» Но в плане разведанных запасов она их уделывает вообще по полной А бонусом к этой сокровищнице идет стоимость добычи Половину алмазов алроса добывает дешевым, открытым способом Поэтому ее прибыльность в полтора раза выше, чем в среднем по отрасли Более того, от падения рубля компания только выигрывает Поскольку 90% выручки получают в валюте А 80% ее затрат в рублях Запрет импорта на российские алмазы в Европу пока не обсуждается Но алроса госкомпания И жесткие санкции по отношению к ней, вероятно, не за горами Только не спеши паниковать, не надо Помни, что помимо Европы есть еще Израиль, ОАЭ, Китай и Индия Даже если расчеты в долларах будут прикрыты, поверь, эти страны найдут способ рассчитаться с алросами Ну а если случится глобальный экономический кризис, мы просто вспомним 2009 год и успокоимся Государство тогда поддержало алросу, выкупив алмазов на полтора миллиарда баксов И сейчас беде не оставили Короче, алроса крупный экспортер, который выигрывает от слабого рубля и платит стабильно высокие дивиденды А значит, твой надежный соратник Как и я, твой проводник в мире инвестиций Это был MarketPower Пока